привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы будем с вами тестировать новый тузик если вы помните как выглядел наш старый тузик помните да то есть он выглядел достаточно печально так вот мы его как хромую лошадь решили пристрелить но так как у нас этот тузик шел с мотором honda 10 horsepower мы его поменяли на другой но давайте обо всем понемногу итак поехали тестирование нового тузика вот наш новый альту за то есть мы остановились на 3d tender и на моторе yamaha enduro двухтактный 15 лошадиных сил но давайте понемногу и в детальнее рассмотрим причины и следствия и так наш прошлый альту за был зодиак как вы уже знаете зодиак это большой кусок говна и этот зодиак развалился через мы его купили в 2015 году и вот в девятнадцатом пришлось его утопить несмотря на то что тузик был из хай полона и стоил как в принципе автомобиль порядка 4000 евро и хай полон это крепкий материал но тем не менее в первый же год от него отвалились все ручки и все что только можно было отвалиться а дальше это было только начало конца особенностью хай полона является то что он должен быть склеен только в кондиционированном помещении потому что двухкомпонентный клей для хай полона он набирает в себе влагу а так как мы находимся в климате который очень влажный в тот момент когда смешивается два компонента клея он начинает моментально тянуть влагу из воздуха а соответственно где есть влага там он не приклеивается поэтому мы отнесли этот тузик в ремонт где его в кондиционированном помещении склеили но на следующий день мне его привезли и положили на воду и на утро опять ждут оказывается он начал разваливаться по шву то есть я это уже терпеть не мог то есть мы его взяли и просто выбросили и вместо него были вынуждены купить вот такой вот 3d тендер с алюминиевым дном но давайте немножечко я вам покажу детальные характеристики и ну вот собственно вот прошлый тузик был у нас три метра десять сантиметров и с мотором в 10 лошадиных сил он прекрасно выходил на глиссер с тремя людьми когда мы взяли новый 2 и 6 метра 3d тендер с двумя он еще прекрасно выходил но с тремя уже никак то есть длина по ватерлинии очень сильно влияет на то насколько тузик быстро выходит то есть нам не хватало мощности 10 лошадиных сил недостаточно для полноценного и удобного использования особенно если вот едешь загруженным из супермаркета куча всякого барахла лежит в нем то есть он на глиссер не выходит и приходится идти водоизмещающим режиме мы решили сделать следующее продали honda и вместо нее решили купить какой-то другой мотор но какой так как мы идем дальше в тихий океан в тихом основные тузики которые применяются они оснащены моторами yamaha причем двухтактными которые легко обслуживаемые и легкие в ремонте я лично предпочитаю четырехтактные мне вот этот вариант смешивания бензина и масла не нравится но тем не менее я считаю что в данном случае это является оптимальным режимом двухтактный с большим расходом топлива с неудобством смешивания бензина с маслом но тем не менее он легче и вес его 37 килограмм вместо 50 и 54 которые я должен был таскать и одевать вот сюда на транец вы уже видели как это делается в общем мне не нравится 37 килограмм мне нравится таскать намного больше чем 54 поэтому я выбор свой остановил на легком моторе 15 лошадиных сил yamaha enduro а теперь давайте я его открою и покажу как он устроен внутри эти моторы новые они до сих пор выпускаются что здесь из особенностей то есть все подключения все коммуникации находятся на одной передней панели здесь все удобно подсос топлива ну и соответственно пружинка защиты передачи переключаются сбоку едем вперед нейтраль назад естественно только на заведенном моторе запускается мотор просто силой мысль все очень просто и это при том что там 15 лошадиных сил ты будешь соответственно нажатием кнопочки что нравится мне посмотрите на кронштейн вот этот вот то есть он очень надежный и он накидывается сверху они внутри как нужно попадать плюс по всему периметру идет очень большая резинка то есть такой бампер в случае чего он срабатывает таким образом что не царапается крышка потому что она находится немножечко внутрь запускается он можно поставить в режим старт но запускается он спокойно в режиме вот нейтрали и минимального хода для поднятия нужно нажать вот такую педальку и все мотор поднимается и сбоку есть два варианта то есть верхняя держит мотор в поднятом положении нижняя ручка держит его в полу приподнятом если скажем мелко или риф или прочее то есть на него я установил такие же крылышки как на моем старом чтобы его сразу выводить на грейсер вот это вот ручка вот видите это для того чтобы выставлять угол от нас мотора относительно транса то есть если вы идете загруженные или не загруженные можно поменять угол и от этого будет напрямую зависеть кто насколько вы будете быстро ехать ну давайте откроем посмотрим что у нашей yamaha enduro 15 внутри вот так тут есть такая ручка она просто опускается вниз вот и просто поднимается вся крышка кверху снимается крышка в сторону что у нас внутри что нравится мне здесь все все выведено наружу то есть две свечи которые можно откручивать не специальным свечным ключом а просто любым торцевым взял и открутил то есть все двигатель все находится снаружи карбюратор тоже имеет абсолютно нормальный и удобный доступ с кучей регулировок то есть выглядит это все вот увидите это подсос то есть очень надежно и мне нравится что есть совершенно легкий доступ к каждому из элементов если мы посмотрим с этой стороны здесь все просто топливный фильтр который встроен внутрь кроме нашего сепаратора который стоит и все опять же повторюсь имеет наружное крепление что для меня например очень важно потому что это удобно обслуживать и сразу понятно что не так и что нужно на что нужно обращать внимание теперь давайте я вам расскажу несколько слов о тендере 3d tender почему именно его а я не знаю потому что он был самый адекватный по цене мы решили взять тендер из пивиси и сверху на него потом пошить чехол из анбреллы но почему именно это во первых здесь алюминиевое дно и дно как вы видите плоская то есть сзади есть отверстие тут уже песочек можно немножко покатались и все коммуникации типа топливных шлангов проведены под дно транец является одним целым с тузиком и сделан из алюминия то есть этот тузик весит меньше 50 килограмм то есть суммарно мотор плюс тузик весит значительно меньше сотни что для меня очень важно то есть сидушка но это собственно как и у всех тузиков но самое главное это у нас на тузике 4 вала накачки то есть у нас идет вот один передний второй и точно также на starboard так у нас получается безопасность потому что тузик состоит из четырех независимых частей плюс передний локер который я всегда о нем мечтал ну что вечно в тузике что-то находится что нужно с собой возить единственное изменение которое я внес здесь была такая резиночка которая сразу же отвалилась но это резиночка не закрывала тузик купили вот такой замочек и его просто сверху приколхозили выглядит она нормально но зато у нас закрывается теперь абсолютно полностью локер и в него я положил топливный бак давайте сейчас открою вам его покажу такие огромные уши за которые можно его поднимать то есть поднимая тузик за вот такие уши можно быть абсолютно уверенным что он никуда не отвалится из него ничего не отломается и точно такие же уши у нас идут на заднем трансе так что у нас написано на панельке так тузик 280 длиной коснулась до 80 до 60 до 4 человек грузоподъемность 400 килограмм максимальный мотор 15 лошадиных сил ну и давление 025 бара это то как накачивается собственно этот эльтузер вот у нас локер локере у нас топливный бак есть немножко места по бокам и сзади чтобы туда сложить кикаря и там веревки всякие и масло для того чтобы смешивать с топливом вентиляция топливного бака вот ну и уровень топлива в баке то есть вы видите что место здесь нормально и главное что тузики плоский пол и ничего не валяется если это мы сами не набросали то есть все можно упаковать в передний блокер такая мягкая резиновая не уверен что она будет не скользко если будет мокрая так что нужно быть здесь внимательным потому что но когда сухое нормально она такая типа микропористая а если намочить наверняка будет скользковато что друзья а теперь переходим к ходовым испытаниям субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok итак скорость 21 узел который максимально получилось развить из этого тузика когда я один 21 узел это очень быстро но вода ровная когда вода немножко неровная скорость получается порядка 20 узлов если мы едем вдвоем 20 21 он тоже выходит но если уже трое или четверо то скорость у нас получается не более 16 узлов что в принципе офигенный результат то есть так то есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, друзья, мы с вами протестировали тузик. Вот такая у нас обновочка. Я очень доволен. И еще из прикольного то, что за этим тузиком можно ездить на серфборде. Мы купили такой фал специальный для езды. И теперь у нас будет вейк-машина. Короче, несколько зайцев, которые были пристрелены одним выстрелом. Друзья, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. И уже через несколько дней мы с вами будем уже с новым видео и с чем-нибудь интересным. До скорой встречи. Пока!